Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! С вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 13.51.02.08.2016 года. Сегодня пойдет беседа о двух уникальных книгах. Они на самом деле очень уникальны во всех своих ипостасиях и требуют каждой из них тщательного детального изучения. Первая книга называется «Манускрипт Войнича». Удалось отыскать самый загадочный манускрипт, когда-либо созданный человечеством. Эта уникальная рукопись получила имя своего первооткрывателя и вошла в историю археологии как манускрипт Войнича. Вторая книга называется «Кодекс Серафини». Что же объединяет эти две книги? Давайте вместе изучим этот момент. Что мы знаем о первой книге «Манускрипт Войнича»? Первоначально она составила 116 листов пергамента, 14 из которых на данный момент считаются утерянными. О, как видите, 14 листиков несли. Очень интересную я вам доложу информацию. Идем дальше. Книга написана «Манускрипт Войнича» на языке, который до сих пор не индифицирован. Великолепно. Не индифицирован. Дальше. «Кодекс Серафини». Книга содержит приблизительно 360 страниц в зависимости от издания. Является визуальной энциклопедией неизвестного мира. И написана на неизвестном языке с непонятным алфавитом. О, какая колесица выходит. В первом случае мы видим на языке, который до сих пор не индифицирован. А во втором написано на неизвестном языке с непонятным алфавитом. Он настоящая чаша Грааля для любого криптографа. Ведь 200-страничная рукопись написана на непонятном языке. До сих пор ни одному шифровальщику в мире не удалось найти к нему ключ. Еще объединяет эти две книги то, что их никто не смог прочитать и расшифровать. Картина вообще складывается интересными пазлами. Получается, на мне опять ответственная миссия. Надо будет то, что никто не мог разобрать. Придется разбирать. Но я буду разбирать с вами. Потому что благодаря вам я понял, что нужно идти дальше. Заострять внимание и на мелочах, и на больших моментах. Все благодаря вам. Если бы не было вас, бы не было и меня. Мы род. Единый рой. Так вот. Конечно, неподготовленный зритель ужаснется от некоторых изображений, которые приводятся в той или иной книге. Визуально многие скриншоты будут идти хаотично. Будет чередоваться и манускрипт Войнича, и кодекс Серафини. Причем они друг друга дополняют. По официальной версии, Войнич купил эту книгу, если не ошибаюсь, в 12-м году. А у Войнича, если не ошибаюсь, жена была писательница, которая написала книгу Овод. И как бы никто не мог расшифровать. Ну а кодекс Серафини, если не ошибаюсь, то был он в 1970-м году. Написан и иллюстрирован. Ну, насколько я изучил вопрос насчет кодекса Серафини. Книга переписывалась с более древнего манускрипта, который, грубо говоря, не должен был в первозданном мире увидеть мир. Поэтому с оригинальной книги срисовали кодекс Серафини. Это не плод воображения художника, который написал каляки-маляки, какие-то буквы непонятные, рисунки. И в той и той книге наглядное изображение говорит сами за себя. Понятно, что я не имею оригинальных книг на руках ни манускрипта Войнича, ни кодекса Серафини. И приходится довольствоваться скриншотами из интернета, где также приведен текст. Очень сожалею, что лично не знаком с Валерием Алексеевичем Чудиновым. Как вы от меня не раз слышали, что за исключением буквы «Ё» во всех вопросах я очень положительно отношусь к супер-мега-специалисту. Любопытно, этот «Крепкий орешек», эти две книги будут ли по зубам титану, метру нашей, так сказать, словесности? Тексты неоднократно пытались расшифровать, но безуспешно. Происхождение и назначение книги до сих пор остаются загадкой. Ведь парадокс в том, что на самом деле прочитать эти книги только могут носители славянской речи. Неважно, какой в современном понимании. Мы знаем, нам много придумали всяких названий. Но мы же понимаем, что это все сказки Венского леса насчет названий нам придуманных. Манускрипт «Войнича» читается гораздо проще, потому что там ярко выражена славянская письменность, в моем понимании. С кодексом «Серафини» немножко посложнее. И хоть он и напоминает отдаленно арабскую вязь, невозможно ни одному носителю арабской письменности языка прочитать кодекс «Серафини». Да вообще, в принципе, насколько мне известно, никому не удалось прочитать. Вот вся надежда на Валерия Алексеевича, потому что книги, которые содержат эту информацию, сверхуникальны. И перевод их, это будет равносилен сверх взрыв какой-нибудь сверхъядерной бомбы. В информационном плане. Но то, что мне удалось нащупать, в принципе, достаточно, чтобы, пускай не полную картину, но сам смысл книг передать. И в том и том случае мы видим наглядно, благодаря интересным иллюстрациям, мы видим генную инженерию. Ну, если манускрипт Войнича исключительно сделан упор на растения, так сказать, и семена, причем страницы вырваны, тоже очень интересные. Там не только было про растения, там еще касалось нашего мироздания. Кто-то скажет, Вячеслав подгоняет все под свою теорию, ничего подобного. Те, кто это говорят, прочитайте книгу «Манускрипт Войнича». Там все написано, что Вячеслав говорил ранее. В частности, надо прочитать вот эти 14 листов, которые утеряны. Несколько страниц загадочным образом вырваны. На тех, что остались, изображены растения и какие-то астрономические знаки. Вот. Кодекс Серафимии. Серафиния. Это тоже, конечно, ужасная книга. Сразу на ум приходит советский мультик «Мутабор». Оригинальное его название. «Халиф и Айз». Там же что же показано? Отчасти генной инженерии. Я так же превращаю животное в людей. Ах, какой хорошенький. Разве это человек? Это чучело? Монстр? Золотая середина. Ха-ха-ха. Фильм я слышал, но не смотрел. Человек-многоножка или сороконожка. Скажем так, мне вкратце сообщили, о чем там фильм. Такие вещи я не хочу смотреть, не желаю. Это разрушает психику, нервную систему. Вот. Там тоже показано генной инженерии. В примитивном виде. В очень примитивном. Потому что есть генная инженерия, которая на микро уровне работает, а есть на макро. Ну, макро это как он, один инженер, пришил собаке голову, и она к живой собаке, и та голова прожила, сколько там, два дня, да? А есть уже более глубокая инженерия на уровне ДНК. Ну, сейчас современные ученые уже наловчились из репки делать пингвина, а из пингвина сахарный песок. Вот. Поэтому особо нас это не удивит. Информация в книгах просто поражает воображение. Переводить ее нужно. Если есть люди уровня Валерия Алексеевича Чудинова, пожалуйста, вот вам ребус. Это, скажем так, для детального изучения. То есть, знаете, как это, эти книги, это своего рода четкая инструкция. Там берем напильник, им зачищаем гвоздик, из гвоздика получаем болтик. Ну, это я так, утрирую, ну, сам смысл. То есть, сам процесс. А вообще, в принципе, книги много чего затрагивают. Помимо генной инженерии, еще детально описывается жизнь в других сотах. Почему? Потому что, как я неоднократно говорил, человеческий мозг не в состоянии ничего придумать. Он только может либо подключиться к информационному полю, считать все напрямую, либо уже взять рукописи, которые уже были кем-то написаны. Ну, с рукописями сложнее. Они иногда, видите, 14 листиков утрачено. Вот. На этом, пожалуй, наверное, все. Более детально изучу эти книги. Обязательно поделюсь с вами открытиями, наблюдениями, что мы закрепили. Книги по генной инженерии. Более высокоразвитой цивилизации, чем мы являемся. Перевод книг на нашу речь просто взорвет информационное поле. Там зашиты достоверные знания не только, как из мухи слона сделать, но и как выглядит жизнь в соседних ячейках. Не только по нашему, так сказать, периметру, но еще и вверху и внизу. А с вами был по-прежнему Вячеслав Котляров. Благодарю, что слушаете меня, слышали меня. Всего доброго. И спасибо вам огромное за ваше ко мне внимание. До свидания.